Грозит лишение свободы и 19-летнему парню из Ангарска. Он участвовал в работе мошеннической группировки, которая обманывала пожилых жителей города нефтехимиков. Как удалось задержать злого мышленника, узнаете в следующем материале. Сколько надо денег? Ой, ну я даже не знаю. Примерно так начался телефонный разговор мошенников и ангарчанки Татьяны Емельяновой. Женщина сделала вид, что поверила звонившим. В трубки раздавались всхлипы, незнакомка уверяла, что она родственница Татьяны и попала в аварию. По ее вине пострадал человек. Нужны деньги, чтобы не было уголовного разбирательства. Но пенсионерка сразу поняла. Ей позвонили аферисты. Ее дочь сотрудница полиции. Рассказывала женщине о схемах обмана. Мы с дочерью прикинули, что мы должны назвать имя. Потому что когда они звонят, они в первую очередь ожидают от нас имени. Вот кто, какого родственника мы предполагаем. Поэтому мы решили, что я назову Нину, как свою сестру. Раздался звонок. Там всхлипы женские. Вот я попала в аварию. Я говорю, ты кто это? Кто это? Она говорит, я в аварию попала, у меня губа разбита. И тут я включаю свою историю. Говорю, Нина, это ты? Она говорит, да, да. Уловка женщины против мошенников сработала. Дальше к разговору подключилась якобы следователь. Она потребовала у пенсионерки внушительную сумму 800 тысяч рублей. Тогда виновницу ДТП не привлекут к ответственности. Татьяна согласилась на сделку и стала ждать курьера, чтобы передать ему деньги. В это время ее дочь, сотрудница полиции, уже звонила коллегам. Я проведена с этим позвонил сотрудникам уголовного розыска, которые приехали и ожидали курьера у меня в квартире. Когда через полтора часа курьер приехал, они его задержали. Задержанным оказался 19-летний парень. Он нашел такую сомнительную подработку в соцсетях. Его рабочие обязанности заключались в том, чтобы забирать деньги обманутых пенсионеров и переводить их мошенникам. До Татьяны курьер побывал у двух пожилых ангарчанок. Забрал более 450 тысяч рублей. Я понял уже, что это опасно и не знал, как отказаться. Теперь парню грозит лишение свободы, а бдительность Татьяны Емельяновой помогла полиции выйти на след злоумышленников. Юлия Шенкарюк, Новости по будням.